Вот уже месяц, как амбулаторный ковид-центр на Красном мосту перешел на новый режим работы. В связи с сокращением количества пациентов с коронавирусом, медперсонал, задействованный в амбулатории, распущен, а его функции выполняют сотрудники мобильной бригады. Наша выездная бригада осуществляет как бы обе функции, и дневного стационара, и выездные бригады, потому что многие пациенты по старой памяти обращаются сюда для получения здесь необходимой медицинской помощи. Это пульсоксиметрия, это внутривенные капельницы, это снятие кардиограммы, инъекции различные, осмотр. Ну, потом у нас есть оксигенаторы, и пациенты могут прийти сюда подышать просто кислородом. Если раньше медперсонала не хватало и порой приходилось вызывать четвертую медсестру на подмогу в амбулаторный центр, то сейчас с нагрузкой справляются две мобильные бригады – два врача, две медсестры, водитель и координатор. Уменьшилось количество пациентов, на самом деле, достаточно хорошо. У нас было в январе, в середине января около 40-45-50 в день человек. Сейчас у нас в день от трех до пяти человек, и это часто 50% этого количества, то есть там два-три человека – это обычно ковидные больные, и два человека где-то в среднем – это постковидные, то есть те, которые уже на выздоровлении. Организация работы всей амбулатории, в том числе мобильной бригады, финансировалась по принципу «С миру по нитке». Автомобиль приобрели при поддержке парламента, базовые лекарства для малоимущих профинансировал Центр гуманитарных программ. А Клуб общественных дел, директором которого является Лия Агрба, получил грант на поддержку мобильной бригады амбулаторного центра. Проект «Мобильная ковид-бригада» осуществляется при поддержке проекта «ССП», который реализуется в рамках программы поддержки гражданского общества в Абхазии, являющейся совместной инициативой ЕС и ПРООН. Мы надеялись на то, что нас поддержат, нас поддержали. Мы смогли таким образом нанять опытный, квалифицированный медицинский персонал и оснастить средствами индивидуальной защиты, необходимым медицинским оборудованием, препаратами. Проект «Мобильная ковид-бригада» начался в январе и продлится до июля 2021 года.